20 ноября компания Huawei представила свой новенький смартфон S&Mate 7, который совсем скоро поступит в продажу на территории Российской Федерации и будет являться главным флагманским решением конца 2014 года. Итак, в пафосном ресторане Turandot нам продемонстрировали различные возможности данного гаджета и дали его пощупать. Вот, кстати, интересная особенность, то, что будет свой собственный процессор, но об этом я чуть позже расскажу подробнее. А сейчас давайте перейдем к коробочке, откроем ее и посмотрим, что находится внутри. Конечно же, внутри находятся различные бумажки для инструкции и так далее, и маленькая такая вот щепочка для того, чтобы извлечь слот для сим-карты и флеш-карты. Также имеется отдельный вот такой вот кейсик, в котором лежит USB кабель, зарядка и гарнитура. Знаете, так цивильно все упаковано, удивительно даже, насколько премиально выглядит коробка. Итак, сам гаджет с задней стенки выполнен из алюминия, очень приятный на ощупь. Камера 13 мегапикселей, сзади светодиодная вспышечка тоже присутствует, ну и, конечно же, сканер отпечатков пальцев. Соответственно, камера снимает неплохо, правда, есть одно большое, но в 4К она не снимает, в Full HD это максимум. Не знаю, если для вас это принципиально, то ничего с этим не поделать. Внизу находится динамик, достаточно громкий. С правого торца есть качелька громкости и кнопка разблокировки смартфона. Сверху находится микрофон и 3,5-метровый разъем для наушников. Снизу еще один микрофон и, конечно же, microUSB для зарядки и синхронизации. А вот левый торец обрамлен двумя слотами. Слот для сим-карты и флеш-карты. Итак, сам смартфон выглядит следующим образом. Достаточно яркий экран, размер экрана 6 дюймов с разрешением Full HD. Картинка вне всяких похвал. Он действительно очень сочный. На борту предустановлен Android за версией 4.4.2, что тоже неплохо и вполне себе приемлемо. Кроме этого, как вы видите, внутри находится 2 гигабайта оперативной памяти, а также свой собственный процессор, про который я упоминал ранее. Называется он HiSilicon Kirin 925 восьмиядерный и выполнен по технологии Big Dot Little, то есть 4 HydroCortex A15 для высоконагруженных задач и 4 HydroCortex A7 для того, чтобы выполнять все задачи более мелкие, например, почта, серфинг и так далее, уже экономя заряд батарейки. Весьма и весьма неплохо. Кстати, сама батарейка хоть и не съемная, но 4100 мАч. Вот сейчас вы видели, например, как можно поменять тему. Все кастомизируется достаточно неплохо. Ну что, посмотрим на возможности камеры. Фокусировка очень быстрая. Даже при зуме 13 мегапикселей исправляется и, по сути, качество очень-очень неплохое. К этому претензий нет. Все действительно работает максимально плавно. Фотки делаются тоже максимально плавно. Вы не заметите ни рывков, просто бум, и у вас уже готовая фотография. Как вы видите, даже при увеличении все качество вполне сохраняется. Хотя, конечно, здесь не крайне смартфона, на компьютере явно будет чуть-чуть похуже. Запись тоже включается мгновенно, останавливается мгновенно. Следовательно, вы не потеряете секунд драгоценок при этом. Большой плюс, процессор справляется, так что их, видимо, процессор не самое плохое решение. Итак, давайте посмотрим на разрешение. Вот как раз разрешение видео, они различные. Да, их здесь несколько, и Full HD это максимальный. Соответственно, ничего с этим не поделаешь. Придется довольствоваться малым. Ну и, конечно же, при Full HD HDR видеосъемка недоступна только при 720p, хотя очень жалко. На мой взгляд, с технологической точки зрения, это было бы интересным решением. Итак, настройки. Откроем камеры. Здесь тоже есть разрешение, как видите, 13 мегапикселей максимум. Ну и, в общем-то, некоторые дополнительные фишки здесь тоже присутствуют, вроде стабилизации и так далее. Опять-таки, вполне неплохо. Меню интуитивное, понятное, без изысков. Но, но, вот, вот, да, именно настроек достаточно много. Поэтому это можно посчитать большим положительным плюсом. Кстати говоря, фронтальная камера тоже присутствует. Она имеет разрешение 5 мегапикселей, что явно понравится любителям селфи. Ну и, кстати, сейчас мы ее тоже продемонстрируем. Она неплоха-неплоха. Я еще ничего не сказал про габариты корпуса. 7,9 мм толщину и 185 грамм. Итак, вот фронтальная часть. Вы видите, я держу камеру. Artag пытается поиграться с настройками, увеличить яркость. Ну и, конечно же, если вы решите сделать селфи, то вам не обязательно тянуться к кнопке вот этой вот кругленькой, беленькой на фронтальной части. Вы можете кликнуть в любое место на экране или же дотронуться до сенсора отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Разблокировка, кстати, происходит таким же образом. Вы просто дотрагиваетесь до него и, соответственно, считывается отпечаток пальцев. Отпечатков пальцев поддерживается 5. Соответственно, любые руки, ноги, все, что у вас с возможностью снять отпечатки пальца. Итак, да, здесь есть несколько дополнительных режимов, небольшие настройки, но, в принципе, претензий к камере никаких. Режим мультизадачности, как вы видите, через их собственную оболочку выглядит следующим образом. Есть некие вот эти вот варианты с проходами, размытостями, форматом стекла, несколькими уровнями. Очень неплохо. А вот если сравнить с моим как раз OnePlus One, то по размерам они приблизительно одинаковые. Но заметьте, у решения от Huawei дисплей уже 6 дюймов. То есть потенциально в такой корпус дисплей все-таки можно воткнуть. Хотя вот по высоте он немножко побольше, да и по ширине. А в толщину, но плюс-минус они одинаковые. В данном случае не бросается в глаза. А вот размер дисплея уже при одинаковом разрешении в Full HD 6 дюймов-то против 5,5 смотрится явно выигрышнее. Хотя что-то лопата, что-то лопата. Я уверен, вы именно так и думаете. Вот тот самый сенсор отпечатков пальцев. Он находится в столовой части на манер того, как располагает сейчас кнопочку включения-выключения компании LG. Наверное, не самый плохой подход, потому что у вас позволяет это добиться свободного какого-то момента на фронтальной части. Не нужны дополнительные кнопки. Поэтому тут, наверное, зачет. Также появилась новенькая гарнитура, которая имеет встроенный аккумулятор. Да, она тоже будет заряжаться. Заряжаться она будет за счет 3,5-метрового разъема в самом смартфоне. Но она имеет активное шумоподавление, шумоизоляцию. Соответственно, вы ничего не услышите. На этом все. Фактически больше мне рассказать о смартфоне нечего. Это вот такая вот штукенция, которая, в общем-то, стоит, наверное, своих 30 тысяч рублей. Но при этом с некоторыми ухищрениями и недоработками все-таки. Потому что где-то камера не подтянула, где-то не дотянуло железо. Например, 2 гигабайта оперативной памяти все-таки маловато. С другой стороны, 6 дюймов на очень компактном корпусе. Это действительно большой плюс. Поэтому здесь сложно что-то говорить. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки и, конечно же, почаще заходить на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok